Первое впечатление, что мы потихоньку движемся вперед в плане организации игры. Немножко лучше все таки, в целом, ребята, не на много, конечно, еще пока, но физически начинают получше выглядеть. Вот это вызывает некоторое позитивное настроение. Сегодня, по крайней мере, сама отдача на самом высоком уровне и, как я уже говорил, конечно, еще немалый период времени будет сказываться недостаточная физическая готовность нас в силу объективных причин, о которых можно повторять, можно не повторять. Я думаю, кто слышал меня уже знает, о чем речь. И вот набираем за счет игр, за счет этих высоких нагрузок, которые получают ребята. Сегодня они молодцы, они достойно выглядели. Поэтому Чертанова, на мой взгляд, одна из самых самых, из нескольких команд самых интересных, ФНЛ. Вот эта Чертанова одна из первых. Потому что молодые пацаны играют, играют в хороший футбол, обученные. Приятно посмотреть, честно говоря. Соперник вызывает уважение. И все-таки они имели большее преимущество и большее количество моментов в матчах с другими. Пока, конечно, не было всего третий тур. Но, тем не менее, ряд сильных их сторон, сильная в первую очередь, они давно вместе и хорошее взаимопонимание, взаимодействие. Действительно, там хорошая работа тренера. Вот это во многом удалось нейтрализовать. Мы понимали, что определенные сложности они нам создадут в обороне. Но надо было исправиться, чтобы в конечном итоге все-таки опасные ситуации погасить, не пропустить. Ну, в свою очередь, что-то создать. В общем-то, наверное, у них были пару моментов таких два-три момента, где они могли забить. Ну и у нас пару моментов-то, несомненно, были не хуже. Голевые в первом тайме, один во втором. Поэтому. Игра была, наверное, по моментам практически близкая к равной. А по контролю мяча, ну, наверное, все-таки соперник побольше контролирует мяч. Хотя это не всегда означает, что команда имеет за счет этого преимущество. Вот так, наверное, по горячим следам, чтобы тщательнее о чем-то говорить, ну, право реализировать. Все-таки со скамейки запасных сложно увидеть всю точную картину происходящего на поле. Особенно игру без мяча. Пожалуйста, вопросы. Почему нападающих в части Коробкина-Кухова уже в комиссии на время выпустили? Можно было бы чуть больше игрового времени дать, тем более, что игра как бы шла. И если бы все-таки атаку освежить, может быть, Факел бы и сумел беру победу. Ну, во-первых, это перспективные ребята, несомненно. И Коробкин вообще впервые вышел за основной состав. И говорить о том, поздно его выпустил я или нет, сравнивать пока не с чем. Молодец парень, устушевался. Хороший дебют, дай бог, чтобы дальше так же. А вообще, в целом, основание говорить, что Пухов и Коробкин сильнее тех, кого я заменил. У меня пока оснований таких нет. И эксперименты проводить, знаете ли, можно на любительском уровне. А здесь профессиональный спорт. Пожалуйста, еще вопросы. Сергей Игоревич, сегодня в втором тайме при оборонительных действиях, при стандартах у нас возникали проблемы. Это были какие-то неожиданные розыгрыши от черта, ну или это скорее потери концентрации? Ну, какие же были неожиданные. Значит, там всего лишь один раз мы выбили из пустых ворот игровой защиты. Ну, у нас предусмотрено было контроль в той зоне. Он не случайно там оказался. У Чертанова, во-первых, очень неприятная подача, передача идет. Изначально любые стандартные положения, штрафная слага или угловой удар, должны начинаться с качественной передачи, опасной, которую сложно выносить, нейтрализовывать. У Чертанова есть игроки, которые обладают такой передачей, и нам было сложно, естественно, и там есть ребята, которые умеют в завершении играть. Так что вообще ситуации, связанные с угловым в твои ворота или со штрафным, они изначально опасны, потому что мяч приходит в зону, откуда забиваются голы. И сказать, что мы не справились, не соглашусь, мы справились. Галатка нет. Еще вопросы, коллеги. Все-таки по игре команда, да, видно, прибавляет, но при этом на три матча ни одного забитого мяча вы сказали, что группа нападений, назовем так, да, все приблизительно одного уровня, кто-то улучшен, все приблизительно одинаково, да. За счет чего тут уже получается трансферные какие-то моменты должны быть, то есть искать какого-то нападающего. Потому что соперники-то уходят, а мы моменты не довезуем. У нас вся премьер-лига ищет сбивных нападающих и не может найти. За большие деньги. Из-за границы везут. Часто неудачно, не угадали, не получается. А у нас все парни бесплатные. Такие возможности финансовые, и я с уважением отношусь к этой ситуации. Нам надо выкручиваться. Да, у нас пока нет реализации. Но это частично, опять же, из-за недостаточного физического состояния, недостаточной мощности, которую игроки ощущают. Мы хотим быстро, мгновенно, чтобы у нас физическое состояние пришло. Люди месяцами тренируют. И наигрываются взаимодействия вообще-то по-хорошему. Можно говорить о том, что-то получилось сделать с коллективом или нет. Это практически минимум полгода вообще-то нужны, если взять из практики. Даже у хороших тренеров, таких известных, я себя к ним не причисляю. Время. Мы и сами-то хотели бы, чтобы все быстрее происходило. Только чудеса. В сказках только чудеса. Это ковер-самолеты и скатер-самолеты. Ребята тренируются, ответственно, занимаются. И начнут забивать, когда достаточно длительный период хорошей работы будет. Все равно. Все равно справедливость должна приходить и начнутся по голой. Мы тоже верим, потому что в этом календарном году мы еще дома не выигрывали. И второй момент. Ермаков Данила сегодня, на мой взгляд, провел хороший матч. Он подтвердил, что у нас три хороших вратаря. Несомненно, ноль в воротах, а много он говорит, с одной стороны. С другой стороны, я скажу, что переоценивать тоже нельзя. У него мало было работы. У него не было защитники. И не только защитники. Вся команда достаточно хорошо оборонительные действия провели. Ударов много. Не было по воротам. Не расстреливали. Поэтому ситуации, где в большей степени мог бы он проявить свое мастерство, их пока мало в двух матчах. Но, несомненно, он уверен, ведет себя в воротах. И вся команда не боится, что сзади у нас слабый вратарь. Очень важно вратарю придавать уверенность и защите, и полузащите в всей команде. Вот это на данный момент я в его действиях видел. Вопрос о Бучне. Бучне готов уже играть? У Бучнева травма. Пока не насти 100%. Пока он... Чтобы он мог играть, надо лечить сначала травму, а потом начать тренироваться. На следующей неделе будет очередное обследование. Мы посмотрим, можно ли ему начинать уже индивидуальные тренировки или нет. Без этого не определите. Редактор субтитров А.Семкин